Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Тиражом в 5 миллионов областная избирательная комиссия приняла бюллетени для проведения выборов депутатов Государственной Думы. Председатели ТОСов, учителя, студенты и представители бизнеса Николай Меркушкин провел встречу с жителями промышленного района Самары. Перемещаться на общественном транспорте без пересадок теперь могут жители Красноглинского района. В Самаре возобновил работу автобусный маршрут 1А. Областная избирательная комиссия приняла бюллетени для проведения выборов депутатов Государственной Думы. Общий тираж составил почти 5 миллионов штук. Это для голосования по партийным спискам и по одномандатным округам. Они будут переданы в территориальные избиркомы и не позднее 16 сентября распределены по участкам. Каждый лист обеспечен специальной степенью защиты в виде фоновой сетки зеленого цвета, повторить которую в точности невозможно. Плюс на каждом бюллетене будет наклеена оригинальная марка. Чтобы распечатать все бюллетени в срок, полиграфическое предприятие работало в три смены. Сейчас процесс продолжается. Необходимо выпустить тираж для выборов в Губернскую Думу. Передача состоится 13-14 сентября. Все лишние бюллетени будут уничтожены. Бюллетени учитываются в соответствии с порядком, который утвердила Центральная избирательная комиссия. Они все упакованы в пачки по 500 штук. Сейчас идет счет по пачкам бюллетеней. Соответственно, высчитывается их общее количество. Общий процесс печати занял порядка 10 дней. Но послепечатанный процесс самый сложный. Потому что идет подсчет. Подсчет ведется на электронной машинке, которая единственной в виде присутствует в Самарской области. Вот ошибки. Ноль. То есть у нее погрешность нулевая. Избирательная комиссия в Самарской области ведет свою работу качественно и профессионально. Такую высокую оценку дал член Ассоциации по защите избирательных прав Олег Иванников. Представитель гражданского контроля отметил снижение количества жалоб по сравнению с прошлым годом и высокую скорость их рассмотрения. Из 31 жалобы по 22 уже получен ответ от правоохранительных органов. Ассоциация «Гражданский контроль» ведет свою работу с 2007 года и имеет хорошую мировую репутацию. В этом году члены Ассоциации в качестве экспертов выступят на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Мы встречаем в СМИ, в том числе в федеральных СМИ, негатива достаточно много. Мы встречаем грязной вот этой информации, которая пятном ложится на всю область. Конечно, этому противостоять можно только информационно, в хорошем, таком добром информационном ключе. Много делается очень полезного. Прежде всего полезного делается административной властью Самарской области. Об этом нужно говорить, об этом нужно заявлять. Николай Меркушкин провел встречу с жителями промышленного района Самары. В зале собралось более 800 человек. Председатели ТОСов, учителя, студенты, представители бизнеса и просто неравнодушные самарцы. Подробности в нашем следующем сюжете. Промышленный район – один из самых больших в Самаре. Здесь проживают 230 тысяч человек. На встречу с Николаем Меркушкиным пришли неравнодушные самарцы, которых интересует развитие области. Впервые за последние 20 лет построены новые школы. 1 сентября открылись учебные заведения в микрорайонах Волгарь и Кошелев Проект. Зимой учеников примет школа на 1500 мест в микрорайоне Южный город. В регионе стремительно выросли и темпы строительства жилья. По этому показателю в прошлом году Самарская область стала лидером в Приволжском федеральном округе. Мы в прошлом году построили 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем в Татарстане на душу населения. У нас самое дешевое жилье в ПФО. Вот сейчас по последней статистике самое дешевое. Оно 22 года было самым дорогим. Позитивные перемены есть и в промышленном районе Самары. Так незадолго до встречи в Юнгородке открылся физкультурно-спортивный комплекс «Маяк». А чуть раньше Николай Меркушкин дал символический старт работе нового завода по производству соков. Еще одна тема – развитие спортивной инфраструктуры. За 4 года построено 11 бассейнов, 14 ледовых арен и 24 физкультурно-оздоровительных комплекса. Жители замечают позитивные изменения. Я всю жизнь проработала в детском саду воспитателем. И хочу вам сказать, вот лично вам, огромное спасибо за то, как сейчас вы начинаете заботиться о наших детях. О том, чтобы они занимались спортом. На встрече жители говорили о необходимости открыть новый спортзал в медико-техническом лицее. У меня ребенок учится в медико-техническом лицее. Но вы знаете, очень обидно. Все сейчас говорят, чемпионат мира по футболу, спорт, спорт. Но представляете, у нас в лицее нету спортзала. С 5 класса по 11 нету урока физкультуры. Николай Меркушкин ответил, что об этой проблеме уже известно. И в бюджете следующего года предусмотрен первый транш на строительство спортзала. Николай Меркушкин подчеркивает, дальнейшее развитие области во многом будет зависеть от жителей. Чем выше будет явка на выборах 18 сентября, тем больше у региона шансов получить представительство депутатов в Государственной Думе, которые будут лоббировать интересы области на федеральном уровне. Долги сомнительного происхождения сегодня в почтовых ящиках самарцев оказались и вот такие странные квитанции. Неизвестные лица, именующие себя ИП Мазурин ПМ, просят погасить задолженность за коммунальные услуги, якобы оказанные неким ОАО ПТС-сервис, что сразу у жителей вызвало большие сомнения, так как контора с таким названием давно ушла с рынка ЖКХ. Как нам сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии, эти квитанции вполне могут быть частью мошеннической схемы и призвали граждан проявить бдительность и не оплачивать мифические долги. Решать проблемы будут общими силами. В Октябрьском внутригородском районе Самары создана ассоциация ТСЖ. В нее входят 115 участников. Почему товарищество собственников жилья решили объединиться, узнала Лариса Шлафаст. Первый дом по проспекту Ленина можно уверенно называть домом высокой культуры быта. За состоянием здания уже много лет тщательно следит председатель ТСН Владимир Фатеев. Работы хватает. Это одно из самых больших зданий в Самаре. 28 подъездов и почти 2000 жильцов. Ремонт здесь провели комплексно. Обновили кровлю, привели в порядок подъезды, частично заменили коммуникации. Чтобы на все хватало средств, жители открыли счет и регулярно откладывают деньги на капремонт. Особая гордость – 17 новеньких лифтов. 7 из них финские. По своему характеристику превосходят лифты наши. Значит, они более-менее были играющие. Здесь бесшумность входа. С текущим ремонтом в доме справляются. Но есть вопросы, которые требуют общих усилий нескольких ТСЖ. Поэтому товарищество собственников недвижимости проспект вошло в ассоциацию ТСЖ района одним из первых. ТСЖ сложно живется у нас. Как-то, ну, есть ощущение, что доминирует управление компанией. Поэтому ассоциация, может быть, даст возможность нам свои интересы отстоять. Интересы собственных. Ассоциация ТСЖ Октябрьского района создается по инициативе самих товарищей собственников жилья, которые решили, что общими силами смогут улучшить качество работы. Ассоциация – это юридическое лицо, при помощи которого ТСЖ смогут решать рабочие задачи и юридические вопросы. Сообща можно решать вопросы и по благоустройству при домовой территории, на которую порой у ТСЖ не хватает денег. А сообща, так сказать, через ассоциацию можно лоббировать в администрацию, уделение каких-то бюджетных средств. Сообща можно решать проблемы, допустим, по уборке снега зимой, нанимать технику через ассоциацию, допустим, на несколько, то есть по оптовым каким-то ценам, по сносу, аварийных деревьев, тоже самое, бригады нанимать сообща. Сейчас в ассоциацию ТСЖ вошли уже 115 товарищей собственников жилья. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. С одного конца в другое. Путешествовать на общественном транспорте без пересадок теперь могут жители Красноглинского района. В Самаре возобновила работу автобусный маршрут 1А. От поселка Красная Глинка до Крутых Ключей автобус будет курсировать с 6.30 до 22 часов. С пассажирами пообщался Павел Баймаков. Не хватает лишь цветов и оркестра. Это только первый его рейс. А на остановке автобус встречают больше десятка человек. Многие едут отсюда в Крутые Ключи, кто-то к родственникам, а кто-то в торговые центры. Чтобы туда добраться раньше, рассказывают жители, приходилось пересаживаться с одного автобуса на другое. Теперь перемещение стало более комфортным. Маршрут 1А уже запускали в 2012 и в прошлом году. Но наблюдение показало, он не пользуется должным спросом. В последнее время картина изменилась. Так как в связи с реконструкцией московского шоссе у нас произошло изменение дорожной обстановки и перенаправились транспортные потоки для того, чтобы сократить время движения пассажиров в пути, мы решили попробовать и посмотреть, будут ли сейчас пользоваться спросом вот эти рейсы. Все же в этом году жители района вновь обратились с просьбой вернуть маршрут 1А. Были многократные обращения с жителей, представителей территориального общественного самоуправления на предмет возобновления этого маршрута. Вот поэтому сегодня мы возобновляем деятельность маршрута. Это единственный маршрут, который позволяет без пересадок добраться от Красной Глинки до Крутых Ключей. Будет ли маршрут 1А в Красноглинском районе работать постоянно, зависит от пассажиров. А пока общественный транспорт от Красной Глинки до Крутых Ключей будет курсировать ежедневно с 6.30 утра до 10 вечера. Павел Баймаков, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня в Самаре откроют проезд по улицам Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской. Речь идет об участках, прилегающих к Московскому шоссе. Но для транспорта закроют улицу Бубнова. Схема движения по Московскому шоссе вновь может измениться. Ремонтные работы на этом участке продлятся несколько недель. Сегодня утром в районе Постникова-Оврага трамвай сошел с рельсов. Вагон следовал по пятому маршруту в час пик, когда горожане добирались на работу. ЧП произошло с одним из новых вагонов, который в начале лета вышел на маршрут. На месте аварии работали сотрудники трамвайно-троллейбусного управления. До ликвидации последствий схода трамвая с рельсов другие вагоны курсировали по укороченным маршрутам. Очевидцы связывают происшествие с трамваем с большим скоплением людей во враге. Они буквально штурмовали транспорт. Информация для тех, кто собирается на отдых или в командировку. С понедельника, 12 сентября, в Самаре изменится расписание аэроэкспресса. Теперь электричка аэропорт Крумыч-Самара будет отправляться из аэропорта не в час 28, как было, а в 00.38, то есть на 50 минут раньше. Банк России принял решение аннулировать лицензии участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской деятельности, выданных обществу с ограниченной ответственностью Тольятти Финанс. Основанием послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить свои обязательства перед клиентами и обеспечить возврат их имущества до 8 октября. Бабье лето откладывается. В Самарскую область пришло похолодание. Сегодня днем будет до 17 градусов. Такая же температура сохранится и в субботу. В выходные синоптики прогнозируют дождь. Ветер будет западный до 12 метров в секунду. Ночами температура составит до 7-12 градусов. Прощение славянки, катюши и другие песни военного времени звучали сегодня на улице Молодогвардейская. Торжественным маршем по городу от площади Славы до площади Куйбышева прошел Центральный военный оркестр Министерства обороны России. В Самаре военные музыканты с гастролями. В оркестре 70 человек. Почти за 90 лет существования он заслужил признание не только отечественного, но и зарубежного зрителя. Центральный военный оркестр – это гордость вооруженных сил России, да и всей страны. Он признан одним из лучших в мире. Попасть на концерты удается не всем. Поэтому в каждом городе, где они проходят, по традиции музыканты идут по центральным улицам торжественным маршем. Самар – это великолепный город. В нашем оркестре служат музыканты, которые родом из Самары. Они много рассказывали, но мне лично впервые посчастливилось увидеть всю эту красоту. И этот теплый прием зрителей, конечно же, он оправдал все ожидаемые наши надежды. Те, кто еще не побывал на выступлении оркестра, смогут это сделать сегодня в 15.30 на площади Куйбышева, где пройдет концерт песен советских кинофильмов. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Долги по зарплате работников автоваз-агрегата будут погашены в течение двух месяцев. Ситуацию на предприятии обсудил губернатор с коллективом завода. Участники Всероссийской конференции сегодня побывали на экскурсии на РКЦ «Прогресс». Приняли участие в деловой игре, направленной на развитие творческой мысли в науке. В Самару привезли награды России. Горожане смогут увидеть символы российской государственности из музеев Московского Кремля. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин